Конечно, когда мы говорим о мировых спортивных державах, то соизмеряем их готовность взять призовые места и их аппетиты, и реальные результаты с той мощью спортивно-тренировочной и отборочной индустрии, которая присутствует в этих странах. Но чем прекрасны универсиады и, конечно, Олимпиады? Они показывают миру все соцветия спортсменов, людей, преданных спорту, людей, отдающих спорту все свои способности, независимо от того, в какой стране им пришлось родиться и тренироваться. Такого рода игры как раз и показывают, что спорт объединяет мир от мала до велика. И мне кажется, было бы очень правильно сегодня вспомнить о совсем малых странах и командах, которые, может быть, даже несмотря на всю безысходность их участия в грандиозных спортивных состязаниях, все-таки смело выходят бороться на равных с мастодонтами, тем самым и продвигая собственную маленькую страну, и набираясь опыта, и разрушая стереотипы. Сырья Хабибулина с зарисовками о самых малочисленных сборных на универсиаде, в том числе и стран, которые не каждый-то знает, где найти на карте. Он долго рассматривал город с высоты Белого Кремля. Вся его страна – территория одной Казани, а жителей там даже меньше, чем в столице Татарстана. Закария Адам – участник Казанской универсиады, гражданин Каморских островов. Каморские острова – страна на восточном побережье Африки. В соседях у них Мадагаскар – 900 тысяч жителей. Одна из самых бедных стран земного шара. Практически каждый второй живет за чертой бедности. Острова не обеспечивают себе продовольствием. Рис – главный продукт питания каморсов, занимает основную долю в импорте. В экономике развита парфюмерия, популярно рыболовство. В сельском хозяйстве – сбор и торговля гвоздикой, кокосом и бананами. На универсиаде острова представлены самым маленьким составом. Вся делегация – один тренер, один спортсмен. Закария Адам – тренер и глава делегации. По профессии – учитель физкультуры. Сначала воспитывал спортивный дух у каморских школьников. Теперь он чиновник. Камори отвечает за развитие студенческого спорта. Я выбрал спорт, потому что его люблю. Спорт сближает людей, и это очень полезно для здоровья. Он признает, каморы в спорте не столь сильны. Но благодаря таким международным соревнованиям, как универсиада, даже у представителей такой маленькой страны есть возможность посмотреть, как его развивают другие. Камори действительно очень маленькая страна. Для людей большой спорт – что-то необычное. Когда они видят по телевизору, какие хорошие условия есть в других странах, они хотят приблизиться к ним. Легкоатлет Эль-Хадат Хамади стал единственным спортсменом страны, которому удалось представить камора на универсиаде. Правда, результаты у него не впечатляющие. В беге на 100 и 200 метров не попал даже в пятерку. Тем не менее, это не причина уйти из большого спорта. Тем более, спорт – не вся его жизнь. Я очень хочу стать менеджером по продажам. Учусь в Каморском государственном университете. Учеба нравится. Кроме лёгкой атлетики, занимаюсь футболом, баскетболом, волейболом. Каморцы участвуют в универсиадах. Последние в США, в Китае. А сам я первый раз на таком большом событии со своим атлетом. И мне очень нравится Казань. На фоне второй по численности сборной на универсиаде – японской. Они как-то затерялись во время экскурсии в Казанском Кремле. Японцев – это 600 с лишним человек, а каморцев здесь всего два. Впрочем, маленьких сборных на универсиаде тоже немало. Так, вся сборная Фиджи – тоже в дуэте. Спортсмен, тренер. Фиджи – страна на архипелаге в южной части Тихого океана. Население 849 тысяч человек. В отличие от Камор, здесь одна из самых развитых экономик Тихого океана. Накануне на Казанском Сабантуе, на время забыв о большом спорте, представители Фиджи знакомились с татарстанскими традициями. Казань – очень развитый город. Как я понял, в культурном плане – татарская культура и русская. И это очень кстати преподносится к универсиаде. Есть в Казани делегация из одного человека. Острова Кука представлены лишь одним спортсменом. Острова Кука – государство в южной части Тихого океана. Население 19 тысяч человек. Правда, встретиться с их представителем не удалось. Отказался от общения с журналистами и спортсмен из Джибути. И только потому, что Бигон Ибрахим Амар не смог показать на универсиаде достойный результат. В Казани они вдвоем с тренером. Вдвое больше Джибути – делегация Бурунди. По четыре спортсмена. Бурунди – небольшое государство в Восточной Африке. Самая бедная страна в мире. С населением 11 миллионов человек. На их фоне параквайцы – целая команда. Семь спортсменов не только соревновались на казанских аренах, но и знакомились с достопримечательностями. Параквай – государство в Южной Америке. Население 6 миллионов человек. Я и представить не могла, что в России может быть так жарко. Думала, что здесь больше зима. Они подпевали под известные мелодии. Заглядывались на казанских девушек с неподдельным интересом. Вот смотрите, какие в Казани красивые девушки. Здесь есть то, чего нет в других местах. Казань – очень красивый город. Здесь нужно обязательно побывать в качестве туриста. И сравнивали лошадь с африканским буффало. Я лошадей видел только на Мадагаскаре. И вот в Казани. А у нас есть только буффало. Девушки говорят про саташи спортсменов Александра Сорокина. Это отдельная история. Они никогда, например, не видели блондинок. И поэтому им очень нравятся мои волосы. И глава делегации шутит иногда так. И хочет их отрезать и увезти с собой на коморы. Как экспонаты показывать всем своим родственникам. Экспонатам, возможно, увезли бы и Казань. Больно понравился им город. Для них Казань – это как Нью-Йорк. Потому что на коморах, насколько я знаю, у них на деревьях растут фрукты. И можно просто подойти и взять манго или бананы. Тем временем гости российского Нью-Йорка пополняли фотоархив и изучали русские слова. Вряд ли они им понадобятся в маленьких коморах или на Фидже. Но в памяти казанской Александры останутся. Я тебя люблю, Александра.